Рассказ Вячеслава Сегодня был чудесный понедельник, августовский понедельник, 22 августа 2022. Да, конечно, эти двойки, их много. Они напоминали Вячеславу о своей принадлежности к роду, где три двойки управляют всеми событиями внутри этого рода, а может быть и не только внутри. Ведь все взаимосвязано и все подогнано, как шестеренки в часах. Только нам кажется, что все гибко и безгранично. Множественно в этом мире, что все происходит так, как происходит. То есть случайно, может быть, даже подозреваем мы в этом мир наш хаотичный броуновское движение. Да-да-да, как бы не так, подумал Вячеслав. Все именно движется, как хорошие часы, швейцарские, наверное. А какие же еще? Точно. И ничего здесь не сбивается. Потому что часы эти божественные. Управление процессами, их схватывание, охватывание, захватывание, протягивание и даже искривление, если это нужно для Бога. Это главная задача времени. Оно управляет всеми процессами и так их вкладывает, что они при всех обстоятельствах все равно вкладываются в свои клетки. А клеток этих много. Это периодичность на всех уровнях, начиная от миллионолетней и кончая до микроскопических наносекундовых цепочек. Все схвачено, замечено и отмечено. Поэтому у нас все так хорошо и организовано. И не будь человек склонен к каким-то хаотичным мыслям или действиям, он бы еще внес больше порядка. Но Бог терпит это, потому что Он не любит уж слишком большую механистичность своего создания живого. И оно, когда мы на него посмотрим, выглядит отнюдь не механистично и не как робот. Это не робот. Это природа, как тело Бога. И вся природа является главной силой, а не те механические и электронно-механические игрушки, которые изобрел человек. Вячеслав любил пофилософствовать в свободное время, особенно в такой чудесный августовский день. Дело клонилось уже к вечеру. Шел уже час, который шел к пяти. И да, с пяти на западе начинается вечер. Считается официально, принимается. И это сейчас никакой не вечер пока, потому что солнце довольно высоко еще стоит в небе. И не снизилось до осенних сумрачных дней, а тем более до зимних, узких, как щели, и вызывающих в нас страстную мечту о новом лете. Что хочется Вячеславу, так это любви. А самое главное, что у него она есть. Она живая, красивая, бесконечно свободная. И вот, казалось бы, уж она-то не шестеренка. Она не механизм в огромных часах Бога, который называется мирозданием. Которое называется именно мирозданием Создателя. Ах, всем и такие лирики, нам хочется неточности. Потому что точность нас, ну, как бы склоняет к какому-то расписанию. Ну, может быть, школьному. Может быть, институтскому. Может быть, расписанию в каком-то корпусе испытательного свойства, где проводятся эксперименты. Там уж точно должно быть расписание, и вся точность Бога выходит наружу. И даже образ действий. Ведь главное в действии Бога – это испытание своих элементов на новые возможности. Он все время проверяет свои создания и ищет новые пути совершенствования их. Вот такой наш Бог. Он не стоит на месте. И он старается сделать жизнь еще более прекрасной. И прекратить те самые безобразия, которые есть у нас еще на планете, в нашей земной жизни человеческой. Но он их уворачивает, как мы уворачиваем громкость радио. Уворачивает, потому что так прописано в его божественных часах. Идут века самого большого счастья, согласия, гармонии, искренности, истины. И все фальшивое сейчас терпит крах, развенчивается. Да ему и самому этому фальшивому уже не хочется быть таковым. Вы же замечали, что все тянется к своей противоположности. Скажем, японки хотят выглядеть, как европейские женщины. И цвет кожи их тоже устраивает, именно белый. Вот как интересно. А не создал ли Бог эту особенную расу из основ белого человека? А теперь они тоскуют по своим проосновам и хотят вернуться к прорасе людей белой раси. И так далее. Все стремится к своему истоку. Даже цвета спектра, которые получаются при расщеплении света в призме, они тоже складываясь дают белый цвет. Из белого цвета рождается все многообразие. Также из пустого начала, каким является прокосмос, появилось все остальное. Из ничего. Но это как будто бы из ничего. На самом деле, сначала все процессы были сформированы духовно, как невидимые конструкции, алгоритмы. А потом это все было пущено в воплощение. Так существует, собственно, и действие наших современных компьютерных систем. Не секрет, что не из железа компьютерного рождается нечто, что производит этот аппарат, а из тончайших процессов, программных процессов, которые неслышимы, невидимы и где-то там за пределами нашего сознания. Но вот из ничего вдруг появляется нечто. Это вот типично божественный знак. Из ничего появилось что-то очень интересное, непростое и интригующее. Это он пустил в воплощение свой очередной проект. Вячеслав любил подумать о том, как прекрасен мир, как он неожидан. Он, да, неожидан. Он нам дан, но вне ожиданности. И вот эта сказка появления чего-то сразу, вдруг, на голову, вот снег на голову, да, вот есть выражение такое. Вот это есть принцип введения в жизнь очередного божественного проекта. очередной божественной образной конструкции, выплывающей в реальность физическую из тонкой сферы его художественных и конструктивных замыслов. Как прекрасен мир, я его буду описывать стихами, сказал Вячеслав. Но это уже следующий рассказ. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok